А помните, как было в школе, когда ты просишь списать, а тебе говорят, на, держи, только слово-слово, не списывай, а то иначе учительница сразу догадается, откуда ты это взял и где ты это списал. Представляете, в космонавтике, возможно, похожая ситуация. Оказывается, можно списать не только сочинение, но и космический корабль. Китай создавал свою пилотируемую космическую программу позже других государств, позже Соединенных Штатов, позже Советского Союза. И, естественно, он не мог не воспользоваться наработками в этой сфере, уже сделанными до него. Например, в китайской программе, пилотируемой, в которой Китай сотрудничал вместе с Россией, создавался космический корабль Шэньчжоу с китайского священной ладья или священный челнок. Если посмотреть на картинку, этот корабль чрезвычайно похож на Советский Союз. Да, у него точно такая же архитектура и компоновка, приборно-агрегатный отсек, спускаемый аппарат и бытовой отсек. Вот только диаметр у китайского корабля чуть больше. Два с половиной метра против двух метров семнадцати сантиметров у нашего Союза. Из-за этого и сам аппарат получилось сделать точно таким же, только чуточку больше. Тут на двадцать процентов, тут на десять процентов. Казалось бы, мелочи. А нет, в результате, если в нашем Союзе космонавты сидят практически на головах друг у друга и прижимают коленками уши, то в китайском Шэньчжоу места оказалось достаточно много. Спускаемый аппарат имеет общий объем шесть метров против четырех у нашего Союза, а общий объем корабля увеличился до четырнадцати метров против десяти у нас. Вот вам и двадцать процентов. Списывай, но чуть-чуть добавляй своего.